Меня слышно? Господин Таггерт, я рад вас видеть, слышать. Спасибо за ваше время, что отреагировали на мою просьбу. Недавно я провел разговор с президентом ВАДА, и мы обсудили с ним некоторые вопросы. Мы сделали несколько выводов по дальнейшей работе в этом направлении. Очень важно знать, как сотрудничать с такой большой организацией, как ваша. Это действительно важно. Да, спасибо. Спасибо вам за это. Приятно познакомиться. Возможно, мы встречались на одном из заседаний ВАДА в прошлом. Я думаю, вы кое-что знаете обо мне и моем прошлом. Но у меня на линии также Элисон Вагнер, призер Олимпийских игр 1996-го и чемпионка мира. Она сейчас с нами и занимает пост директора по международным связям и взаимодействию со спортсменами. Поэтому я подумал, что было бы уместно пригласить ее тоже для разговора. Недавно у меня состоялся плодотворный разговор с Томасом Бахом, и он действительно восхищен тем, что вы сделали. Вы знаете, что сейчас обсуждается идея проведения в России так называемых игр дружбы. И они агитируют политических лидеров африканских стран принять участие в этих соревнованиях. И поэтому мне хотелось бы узнать ваше мнение. Как, по вашему мнению, мы можем бороться с такими действиями? Сейчас, насколько я помню, примерно семь стран уже приняли это приглашение, но я не знаю, сколько может быть еще. И проблема в том, что спортсмены из этих стран могут столкнуться с риском, если будут участвовать в подобных играх. Я знаю, что есть закон США, так называемый закон Ротченкова. Могут ли у них возникнуть проблемы в будущем, если они примут участие в других играх в США? Да, это меня беспокоит. Нет, это сложный вопрос. Кажется, просто навскидку, закон Ротченкова, на который вы ссылались, конечно, можно было бы использовать. Он не будет использоваться против спортсменов. Однако, если есть доказательства применениями допинга, то это может быть использовано национальными антидопинговыми организациями или международными антидопинговыми организациями для привлечения к дисциплинарной ответственности этих спортсменов. Но, конечно, любые тренеры, врачи, спортивные чиновники или государственные чиновники, которые могут быть связаны с допингом спортсменов, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с этим законом. И, возможно, вы только что видели первый успешный приговор, тюремный срок, вынесенный врачу. Он на самом деле не был врачом. Он позиционировал себя как врач и поставлял гормон роста человека, стероиды и другие мощные средства, повышающие показатели. Нескольким нигерийским спортсменам, ямайскому спортсмену, а также было несколько спортсменов из США. Он попадает в тюрьму, потому что федеральное правительство в соответствии с законом Родченкова привлекло его к ответственности. А спортсмены получили многолетнее отстранение на основании доказательств, которые мы смогли собрать. Раньше было правило у международных федераций, и МОК может это рассмотреть, если они почувствуют серьезную угрозу со стороны этих игр дружбы. Раньше существовало то, что называлось принципом взаимности, правило заражения. В случае, если спортсмен участвовал в соревнованиях, не санкционированных международной федерацией, например, в легкой атлетике, или в плавании, в потрясающем виде спорта, тогда ему могли запретить участвовать в соревнованиях, в санкционированных видах спорта. Это всегда использовалось как способ защиты в деловой среде. Это может стать вашим аргументом, если вы собираетесь участвовать в тех играх, в которых нет допинг-контроля, которые не санкционированы нашей страной или нашей международной спортивной федерацией, то вы не можете участвовать в Олимпийских играх. Я имею в виду, что у нас в ЕС нет такого законодательства, как в США, закона Ротченкова. Но случай с российской спортсменкой Валиева ужасен. Случай с ней также может привести к уголовному преследованию в США. Ее тренеров и врачей. Потому что она ребенок. Как ее зовут? Повторите имя спортсмена в этом деле. Спортсменка Валиева. Валиева. Российская спортсменка. А, Валиева. Да, это ужасно. Вам покажется этот случай еще более ужасным, если вы прочитаете само решение, которое, как вы знаете, занимает более ста страниц. И они обращались с ней как с подопытным кроликом. Это невероятно печально. Что-то нужно сделать в отношении врачей и системы, которая это все поддерживала и позволила этому случиться. Позвольте мне спросить вас, рассматриваете ли вы в своей роли политика какой-то возможный закон? Я заинтересован в этом, потому что я разговаривал с некоторыми главами государств, и некоторые из них уже рассматривают такой закон. Да. Да, мы готовы предоставить любую возможную помощь. Мы рады поделиться нашим опытом, информацией о нашем законодательстве и законе Родченкова, конечно же. Могу я спросить вас, возможно ли сделать что-то, ну, во-первых, завести уголовное дело в отношении некоторых людей, которые сделали это с Валиевой? Как их наказать? Можно ли подать пример всем, кто захочет это повторить? Можно использовать это уголовное дело против тренеров и врачей, как показательный пример? Да, конечно. Вы знаете, проблема в сборе доказательств, чтобы иметь возможность доказать то, что мы видели. Если у вас есть доказательства, пожалуйста, дайте нам знать. Мы будем крайне благодарны вам за эту информацию и убедимся, что она попадет в соответствующие правоохранительные органы. ФБР здесь, в Соединенных Штатах. Мы предоставим им полученные доказательства, но нужно доказать преступный умысел, сговор с целью накачать кого-то препаратами. Должны быть конкретные доказательства этого, а не просто какие-то умозаключения и косвенные доказательства, так сказать. И на данный момент я... Мы этого не видели, но подозреваю, что они существуют. Это просто вопрос их получения и сбора. И это была действительно трудная часть доказательства нарушений на основании закона Родченкова в отношении врачей, которые консультировали Валию. Предполагаю, что они действительно нарушили закон Родченкова. В России ее до сих пор считают героем. И я где-то видел, как она выступает вместе с Путиным на самом высоком уровне в государстве. Ее до сих пор уважают там. И вы, возможно, видели, как они подали тройную апелляцию. Национальный олимпийский комитет России, она и... Я думаю, Федерация конькобежного спорта России все снова подали апелляцию на это решение. Насколько я знаю и слышал, там пытаются доказать, что это ее дедушка дал ей какие-то препараты. Нет, это полная чушь. Недавно в Варшаве прошло заседание сети Sport Human Network, и президент Банько готов создать специальную сеть, которая могла бы собирать доказательства подобных случаев. И мы готовы, потому что наш институт также принял участие в заседании с ХИН. Мы можем сотрудничать и находить доказательства сообща. Да, именно. Это важная сеть, частью которой мы также являемся. На самом деле, я думаю, они проводят... Я почти уверен, что следующий семинар проведет группа ШИН в США осенью у нас в Нью-Йорке. И я думаю, что на повестке дня есть ФБР, а также прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка, которая расследовала первое дело по закону Родченкова. Они будут на повестке и поговорят с группой ШИН о законодательстве и о том, насколько важным оно может быть для всех нас во всем мире. Я тоже скоро проведу встречу с главой офиса доктором Гуптой и исполнительного аппарата президента. У нас есть общий фронт работы. Отлично. Да, мы хорошо знаем доктора Гупту, и он большой сторонник чистых спортсменов. Так что мы можем помочь и здесь. И мы сообщим ему, если вы не против, что мы переговорили. И также можете сообщить ему, что мы говорили с вами, когда вы встретитесь с ним. Я с нетерпением жду встречи с вами и надеюсь, мы можем вместе бороться с нечестными чиновниками из России и найти решения, как их наказать. Да, это имеет смысл. И послушайте, я думаю, если у вас есть какие-либо доказательства того, что эти тренеры или даже врачи из других видов спорта приезжают в страны Африканского Союза, вы знаете наверняка, сразу нам сообщайте. И если мы почувствуем, что они приезжают в Африку, чтобы делать то же, что и в России в отношении допинга для спортсменов, мы сможем действовать в этом отношении. Будь то тестирование... Я думаю, мы можем создать нашу собственную сеть африканских спортсменов, которые будут участвовать в играх в России или Китае. И мы сможем обменяться с вами информацией, которую мы сможем там получить через них. Было бы здорово, это было бы здорово. Спасибо. Берегите себя. Да, большое спасибо за обращение. Спасибо за просмотр. До новых новых встреч! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...